И опять Иван Дорн. Сегодня эта песня часто будет звучать в эфире. У нас в гостях Эдуард Аганисян, режиссер сериала «Чики». Вот еще одно письмо. Спасибо за сегодняшнего гостя. Бросило все, чтобы послушать Эдуарда. Он мое открытие в этом году. «Чики» очень попали в самое сердце, а после интервью Шихман вообще влюбилась в него. Просто любовь с первого взгляда. Лично не знакомый, но хочется искренне, чтобы у него все было в жизни и в работе здорово. Такой он настоящий. Вопрос. Он часто пишет о Тбилиси. Была ли какая-нибудь мысль снять кино там? Если да, то на какую тему он снял бы там фильм? Я вам расскажу, попытаюсь очень быстро, потому что мне очень приятно здесь находиться и хочется рассказать обо всем. Меня несет. Я снял кино в Тбилиси. Я снял кино о Тбилиси. Это было на третьем курсе. Я снял такую короткометражку под названием «Озниф». Ее можно увидеть в Ютубе. И это мое откровение. А после на тему короткометражки мы сняли полнометражную картину «Анабана». И она была на московском кинофестивале. А дальше студия, которая меня запустила, что-то с ней произошло. И как бы этот фильм арестован. И его никто не видел. Да, разлогов видел, сказал классно. Вот. Поэтому я... Как это обидно-то, боже мой. Да, это... Ну, я надеюсь, что мы дружим с ребятами, с которыми мы запускались. И надеюсь, что как-то это вырулится. И когда-то мы обязательно это увидим. Привет, ребят. То есть в Ютубе есть «Озниф». Да, «Озниф» есть. Это «Анабана», который нигде не найдешь. Но наверняка у режиссера есть исходник. Есть. Друзьям показываешь иногда? Вы знаете, редко. Редко показывают. Потому что мне кажется, что там еще надо доделать. Кто там играет? Что? Что? А чем кино? Кино о тбилистской семье. О людях. Просто я изучал. Ты тоже изучал. Я про это все знал. Рассказывал о том, как все происходит в большой семье. Как может быть рядом и смерть, и рождение. Такой рассказ мальчика о своем детстве. Так что я люблю Тбилиси. И я люблю Грузию. И у меня есть идея снимать там. И у меня был сценарий под названием «Пепе», который был посвящен грузинской тематике. И актер, с которым Коте, «Царство небесное», который скончался, должен был сниматься. Ну, нет, нет. Слушайте, много связано. Это не тот чудесный поэт, который читал стихи свои. Нет, нет. «Меня покинул друг». Да, да, да. Нет, нет. Нет, кстати, я попал на его похороны абсолютно случайно, не знав его. И Ника Гомелаури, и к нему попал на похороны, не знал, к кому пришел, а после узнал и, конечно, офигел. Поэтому нет, ребята, с Грузией много связано и есть. Посмотрите короткометражку и поймете, что я очень люблю Грузию. Что был датчик? Вот мы все узнали режиссера Генисиана датчик. Была первая история учебного фильма про послевоенное эхо и историю двух братьев, которые нашли пистолет в лесу. И это проба такая была. Потом были Чики, потом была работа с Тимуром Бекмамбетовым на Базилевсе и встреча с коммерческим кино, которые работают по определенным правилам. И это настоящая школа, о которой я ни капли не жалею. Но, вы знаете, я даже не могу сказать, что фильм не получился или что-то такое. Называется он Double Trouble. Но это просто, наверное, я не предрасположен к такому кинематографу. Хотя искренне старался, чтобы все получилось. И мне кажется, что в некоторых моментах это действительно мило. Но, вы знаете, я был дико голодный и хотел снимать кино. И когда ты еще студент, и тебя зовет Тимур Бекмамбетов, ты, конечно, хочешь это делать. Но это такой урок для меня. Что я умею больше. Такая разведка самого себя. Что меньше. Это корейский фильм, который был в Корее. А мы снимали спин-офф, это называется. Ремейк. Ремейк. Да, да. Ремейк. Мы снимали ремейк. А дальше был Александр Роднянский, Георгий Меликумов. И я работал с великолепным составом, включая Михаила Ефремова, Гармаша, Скляра, Светы Ивановой, Вики Толстогана, Виктории Толстогана. В большом количестве. Просто вот второй сезон сериала «Следователь Тихонов». Как режиссер. Да. И тоже понял, что детектив это особенный жанр, в котором мне нужно разобраться. А потом была пауза, которую я взял, и у меня болел папа. И вот, ну, медленно уходил. И, ну, как бы я туда мотался к маме с папой и возвращался. Потом через 7 месяцев не стало брата моего старшего Вовчика. И как бы я так, ну, мы чуть-чуть подофигели с мамой. Ну, параллельно рождались «Чики», еще три проекта. Я как раз когда ездил, я мотался по местам, которые мы в итоге снимали. Вот. И, ну, я как бы немножко так, оп, отошел. Ну, это такие, не то, что сказать, не голодные годы ни в коем случае. Они просто скромные годы в плане денег. И это совсем не страшно. Никогда невозможно умереть в 2020 году с голоду, абсолютно точно понимаю. Вот. И я про себя думал, зачем мне этот путь, зачем мне эта профессия, чего дальше делать. Ну, вот. И когда начинались «Чики», они же начинались как комедии, как я рассказывал. Потом я сказал, ну, зачем, типа, врать? Ну, это не комедия. Это не может быть комедией в таком полном смысле. И понеслась история, которая в итоге вот стала вот такой. — Вот, когда мы говорили о прошлом, там целое созвездие имен, которые, на самом деле, имена продюсеров. И там, и Роднянки, и Мелькумов, и Дарья Комбетов. Насколько свободен был вот в Чиках? Насколько вот была... — Был свободен. Был свободен, ребята. — Как заработать вот это? Такую свободу? Кто дал кредит доверия? — Абсолютно странно. Не могу сейчас точно ответить. Я не знаю. Так случилось. — Так случилось. Знаете, как будто сумасшедший человек пришел, и что-то очень яркое сказал. Ты не понимаешь, находишься под гипнозом, и говоришь, ладно. Наверное, я был вот этим сумасшедшим человеком, который... Я в сердце, они вот несутся, они бегут, они принесли. И они говорят, типа, пилот какой-нибудь. Я говорю, да-да-да. Мы поехали в пшеницу, я нашел под Москвой какую-то пшеницу, в поле с пшеницей. Катя Володич договорилась с этой пшеницей. Мы поехали в пшеницу, все девчонки собрались. Юрчик Никогоса в камеру взял бесплатно. Его жена Лена, художник по костюмам. Хоп, там какие-то шмотки, тоже шмотки. Приехали, арбуз, вино. Девчонки, идите туда, сядьте. Как будто целуетесь, но не целуетесь. Обнимитесь, бегите, виноград ешьте. Выйдите на обочину. Машина проехала, спасибо, Юрчик Хабара. То есть, какие-то собрались люди. Мы поехали, это все сняли и склеили за один вечер. Получился ролик, на который я подставил музыку Луны, которая в итоге у нас есть. Вот, Алиса. И они увидели, какая это эстетика. А дальше пилот. И дальше все так резко запустилось с моря. Потому что это молодые ребята, только запустились. И вот я упал. Здесь надо объяснить слушателям. Море это платформа. Море ТВ это платформа. Это вообще новая история, новое слово. То, что особенно проявило себя в 20-м году, когда сериалы выходят не на телеканалах, а на интернет-платформах, которые сейчас разрастаются. Борются, большие покупают, малые и так далее. То есть, сейчас все там. Это что-то вроде Netflix, HBO. Ну, вот, все, что вы хотите. Об этом идет речь. Не знаю, и так понеслось. А уже на площадке я, понимаете, как питбуль. У меня вот шоры, и я ничего не вижу, просто действую. Это было тяжело. Я помню отрыв, ну, помню в деталях. И иногда просто провалы бывают. Прямо с съемочного периода. И потом был тяжелый пост-продакшн. Много решений. И я вообще хочу сказать огромное... Монтаж сам делал? Да. По итогу, да. Мы начинали... Одну из серий сделал Саша. Одну серию сделал и часть другой Вовка. В общем, мы начинали вместе одной командой. Но потом я понял, что зачем я мучаю людей? Зачем? У них... Они не могут залезть мне в голову. Толком объяснить я не могу. Я вообще хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, которые прошли со мной этот путь. Потому что я... Достаточно тяжело это, наверное, было. И моя сокурсица Камила Сафина, которая и участвовала в написании части музыки. И она сейчас люрекс. Я советую ребят слушать, потому что это клевая авторская музыка. И это такое, понимаете... И все мы ругались. И все это... Все разругались. Потом опять помирились. Но в итоге я горжусь просто, что вот такой путь был с ними, со всеми вместе. И он пройден. Это, знаете, прям вот как будто какой-то ковер, который... Есть машина шьет, а есть, которые сидят и вот так руки болят. Это там, там делают ночью, глаза болят. Вот я думаю все-таки, что это домотканный вот прям хендмейт проект получился. Прям видно. Это видно в каждом кадре. Тем не менее, если не было... Была довольно большая свобода, то удивляет, конечно, меня удивил. Я такой зритель, наверное, все-таки искушенный. Вот такой список продюсеров в самом начале. Почему их так много и как они взаимодействовали? Я не могу полностью объяснить и понять вам всю эту структуру и весь этот список. Но у меня было мнение такое, что вот все, кто имеет отношение к кино, они... О, хороший сериал, меня впишите. Это потом уже, когда он был снят. Смотрите, в какой-то момент команда Море ТВ, и я пришел к ним через команду Водорода, где и Федор Бондарчук, и Саша Андрющенко, и Миша Врубель. То есть это... Я пришел к ним, они увидели проект, через полтора года я опять пришел к ним, они привели меня в Море ТВ, потом ушли, я с Море ТВ продолжал работу, потом они в конце появились вновь для того, потому что у нас были некие сложности на тему продвижения. Нам нужна была помощь. И они появились все-таки, ворвались, такие, сейчас дадим, как Федор сказал, сейчас я оттуда возьму с того проекта, сейчас лучших, сейчас закинем лучших, сейчас все будет, сейчас. Мы увидели три серии, все, охуенно, Эдик, все, там тикать можно. И все, погнали, и закинули, и познакомились с людьми, которые все очень быстро закрутили, и мы с новыми силами рванули с презентацией этого проекта. И эти люди, они тоже в этом списке, потому что они действительно в последний момент ворвались и очень активно там участвовали, вот. И люди, которые были с самого начала и до конца, это работники, компания Море ТВ, ребята. Много сообщений про продолжение, хотим продолжение, хотим продолжение. Ребяташки родненькие, ну что сказать мне. Обсудили. Ну, кстати говоря, если не продолжение, то что? Есть уже какие-то задумки, замыслы? Ну, или об этом лучше не говорить? Да я что могу сказать, и задумки, и замыслы есть. Говорить, конечно, я об этом не буду, сейчас расскажу кино. И он идет и стреляет. Нет, конечно, все, не расскажу, задумки, замыслы есть, их очень много, потому что, ну, вы немножко встанете на мое место, сидел-сидел и ДОС дома, писал, чики, еще там чего-то делал. И потом вдруг такое, ну, все это, поверьте, такой удар по башке, я еще, слава богу, как-то это выдержал, и вот, потому что эти все премии, фестивали, встречи, интервью, предложения, все это, конечно, для меня непривычно. А есть какие-то дикие предложения? А они практически все дикие для меня, поймите. Ну, например, что удивило? Ну, мне начали в один момент приходить достаточно часто сценарии, которые ты начинаешь читать и офигеваешь. как будто бы я Тинтабрас, но с патологией какой-то. Тинтабрас просто художник при этом. Но Тинтабрас с патологией это этот, Альбадор. Или Антониони. Вот, поэтому, понимаете, в чем дело? Они все немножко странные, ну, часть из них странные предложения. Я просто выбрал позицию, понимаете? Я попробовал читать предложения, слушать их, вот это эксклюзив, вот это все. Деньги, они рано или поздно придут. Я пока не понимаю, для чего у меня огромное количество денег. Просто пока еще, ну, все нормально. И пройдя такой путь, шести лет, путь к чикам, которые обо мне что-то, да, рассказали, очень странно соглашаться на что-то, что ты не чувствуешь. Поэтому я сейчас разрабатываю истории, которые чувствую. Ну, мне интересно, что если чики, это ваш сценарий, а вам предлагают другие сценарии. Ну, нет ли теперь ощущения после чик, что нужно снимать свое? Есть ощущения. Я вот, на самом деле, пытался об этом сказать. Я сейчас, я взял период, около двух месяцев читал сценарии, которые мне предлагают. И были неплохие сценарии. Но я себя ловил на том, что не клика не происходит. Нету этой истории. И я понял, что, ну, не мучай ни людей, ни себя. Садись тогда и делай то, что тебе нравится. Я вот сейчас придумаю как раз то, что мне интересно. Слушатели, мы сейчас чуть-чуть помолчим, а потом будет опять Иван Дорн и опять мы. Как Иван Дорн появился в Чиках? Мы сидели с ребятами на Море ТВ, и мы только познакомились. И они говорили, как мало времени, как мало времени, надо что-то быстро придумать. Я говорю, да, да, очень мало времени, нас быстро запустили. Я говорю, ну, и Ваня видел пилот, ему понравилось. Ира Горбачева ему показывала. Мне кажется, Ваня может быть уместен. Говорит, мы подумаем на эту тему. И после я приехал уже со съемок, был готов трек. Ребята дали мне послушать, и я сказал, что, ну, как Идус? Я говорю, ну, никак. Мне кажется, это не работает. Говорит, почему? Я начал объяснять, почему. Говорит, ну, окей. Не знаю, можем ли попробовать еще раз. Но мы попробуем, давайте зайдем к Ивану. Я попросил у Иры Горбачева телефон, позвонил Ване, мы полчаса прообщались. Он говорит, клево, теперь я все понимаю. Если я не ошибаюсь, он не взял денег за повторную работу. И клево, дай-ка мне немножко времени. Я, конечно, накидал ему референсов, шукар коллектив, ребята, венгерские цыгане, там всего-всего-всего-всего-всего. Говорит, понял, понял. Потом я как-то сижу, монтирую, и мне приходит музыка в голове. Я звоню Вовчику, Бузину, музыканту Ворехову. Говорит, ты спишь три ночи? Говорит, не сплю я. И я приезжаю, включи свой синтезатор. Он включил я. Говорит, можешь записать мне? Записал. Я кидаю Ване. И говорю, вот такую этническую гармошечку можно? И еще, знаешь, что вот так? Пусть женщины скажут. Он говорит, а обе идеи отличные, Эйдос. И просто через три дня. Давайте чуть-чуть послушаем теперь это. Вдвойне интереснее. А у меня со временем сложилось ощущение, после нашего разговора, что вообще главный продюсер в этом фильме была Ирина Горбачева. То есть она всем звонила. Она очень многое сделала. Я помню уже эту картинку. Эту нарезку. Эти яблоки, эти кони, эти закаты. Дети подожди. Да, да, круто. Вот он гармошечку так разложил, которую я прислал. Аккуратненько все ее разложил. Придумал текст абсолютно. Ну все это Ваня, конечно, там. Просто пару моих идей. А так, конечно, это... Весточка из Нижнего пришла. Спасибо огромное за сериал «Чики». Это очень круто. Спасибо за интервью. Очень эмоциональное. Александр из Нижнего Новгорода. Почему мне кажется, что как раз вот Эдуард это такое воплощение эмоционального интеллекта. Есть такое вот понятие. Я всегда думаю, что эмоции поглощает интеллект. Нет, 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 нет. Он вызывает эмоции. Это круто. Что еще? Пятигорск. Спасибо большое. Не останавливайтесь. Продолжайте снимать настоящее кино. Спасибо, Пятигорск. Спасибо, ребята. Очень приятно. Я вообще, знаете, вот сейчас подводят итоги года. Кто номер один. И вы знаете, я благодаря «Чикам» перестал стесняться говорить о том, что действительно считаю честным. Ну, конечно, «Чики» — это проект номер один. И рядом сложно что-то сопоставить. Почему? Ну, потому что если брать глобально, то это проект, который первый раскрыл огромное количество плеяду молодых актеров, талантливых. Чем я горжусь, и это их, по большей части, заслуга. Это абсолютно важная история сломанных стен цензуры. Это понимание того, что можно говорить и отражать настоящее. Не снимать о прошлом, а отражать настоящее. Это в глобальном смысле огромный фидбэк зрителей. Это проект, это моя мечта сбывшаяся, который несут зрители. Зрители — это самое важное, что может быть. Поэтому сопоставляя все вот это, это какой-то, да, экспериментальный язык, это лаборатория, о которой никто не знал, никто не понимал, что получится. Никто. Ну, вы-то понимали. Да. Это самое главное. На 90 процентов, да, 10 пришли с монтажем, никто не понимал. И по итогу, конечно, «Чики» — проект номер один 2020 года. И я как отец твоего ребенка абсолютно четко в этом заявляю. А вот про места номер два, номер три, номер четыре мы говорить не будем, потому что главной героиней сегодня в нашем эфире были «Чики» и их создатель Эдуард Агнисян. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Любовь, мир. С наступающим. Да приумножится ваше племя. Благих ночей вам в передачу. К добрым дням. Напоминаю, что это и другие наши программы вы можете посмотреть на YouTube-канале «Серебряного дождя».